Маленький пример, просто чтобы на это как бы лучше взглянуть. Вот, значит, простейший случай. ЖЭЛ 1.1. Как в этом случае, значит, что здесь есть? Значит, вот кольцо Гротендика, ну вот в том смысле, в каком я его определил, значит, оно является прямой суммой КАБ, они нумеруются двумя параметрами А и Б. Но потом я пишу вот, значит, две отметки старшего веса. И плюс мне еще нужна будет единица. Тогда все кольцо представлений можно показать, что оно является линейной комбинацией. Вот, во-первых, вот А плюс Б не равно нулю. Это как бы хорошие модули. Они одновременно и проективные, и инъективные. Вот для них формула написана. Дальше идет W плюс, это вот КАТА минус А, а больше нуля. И W минус КАТА минус А, значит, меньше либо равно нуля, единица туда включается. Это разложение в попарно-ортогональные подпространства. Ну, меня будет интересовать вот последнее, которое W минус. Значит, для него я введу сокращенное обозначение. Вместо КАТА минус А я буду писать просто КАТА. Поскольку вот здесь Б пропало, они одинаковые. Так вот, пользуясь, здесь можно посчитать все эти самые скалярные произведения с единицей. Ну, значит, легко проверить, что вот эти КАБ, независимо от А и Б, они образуют ортономированный базис в этом кольце. Ну, то есть не базис, а ортономированную систему векторов. Ну, их ортогональность, попарная ортогональность, на самом деле, равносильно двойственности Бернштейна и Бернштейна и Гельфанда. Это как бы легко следует из этого. Вот. Значит, здесь, значит, в пространстве W минус, от которого меня интересует, здесь единица, и вот, значит, эти векторы, их бесконечное число, бесконечное мерное пространство. Скалярное произведение встроено вот так. Значит, это минус единица в степени А. Вот это А. Ну, для А большего нуля это будет ноль. То есть вот это подпространство, они тоже попарно ортогональны. Ну, двойственный базис здесь просто руками можно посчитать. Значит, проективные модули, это известно, как они устроены. Они вот сумма КАТА и КАТА плюс один, если нумеровать также проективный модуль, соответствующим этим. И, значит, возникает такая задача линейной алгебры. У вас есть базис, ну, базис вот из этих КАТА и единица, и есть подпространство вот из таких векторов. И вы хотите, есть форма, и вы хотите построить базис двойственный вот к этому набору векторов. Но это и будет на самом деле, будут как раз неприводимые модули. Ну, вот такая идея. Она как бы работает, вот я пытался это посчитать, а оно считается. В этом случае тут и все. Как бы вот можно просто проверить, что вот исходя из этих всех, того, что написано, какие скалерные произведения, это, значит, вот они так выглядят. В общем случае, ну, здесь все нужно руками посчитать. Значит, нужно ввести другой язык. Значит, во-первых, ну, вот есть модуль КАТА, я пишу характер. Значит, поскольку я ношусь в кольце Гротон-Идикатова, у меня достаточно будет только характера. То есть, есть понятие старшего веса, есть понятие вот этого роа, вот оно здесь написано, но как бы правильно рассматривать вместо два множества из попарно различных элементов. А и Б могут пересекаться, у них элементы разные. А, это вот это то, что написано, вот нужно брать, хочется умножать, скалерные произведения Сэпсона-1 и М, а здесь скалерные произведения Дельта-1 и Дельта-3. Ну, вот ро тут написано, оно аналог классического роа. Вот теперь диаграмма моя. Значит, смысл вот какой. Значит, вместо того, чтобы рассматривать, писать веса, это то, что как раз и было сделано с Робл и Брандом, можно действовать так, нарисовать прямую линию, дальше вот нарисовать множество А, отмечать вот каким-то, ну да, вот таким элементам множества А. На самом деле А минус Б, ну вот я просто пример приведу, легче так. Есть, значит, у меня на прямой линии есть вот такие, вот такие элементы, есть крестики, есть кружочки, есть вот такие элементы. Значит, общие элементы А и Б я обозначаю крестиками, кружочками я обозначаю те, которые не лежат ни в А, ни в Б, а, значит, эти, это такие, которые лежат в А, ни в Б, ну и наоборот. Для простоты, чтобы здесь, как описать проективные неразложимые модули. Здесь пишется какое-то условие, но у меня нет времени подробного обсуждать, поэтому я изображу это геометрически. Значит, вот у меня есть PAB, есть K, там какие-то, H3, B, H3. Вопрос о том, какие входят в разложение этого модуля и эти модули, это все равно, что при каких условиях вот это скалярное произведение. Значит, основной результат говорит в том, что вот теорема, что это либо 0, либо 1, других не бывает. Вопрос, когда и бывает 1. Когда и бывает 1, можно посмотреть. Ну, давайте рассмотрим, скажем, пусть A равно B, а вот таких нет и таких нет. Будем считать, что вот этих нет, но и этих нет. Остаются только одни крестики и кружочки. Вот у меня раз, два, скажем, крестик, 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 крестик. Ну, еще один крестик. Значит, это целочисленная прямая. У нас все множество из этих самых целых чисел. Значит, как нужно поступить? Нарисуем вот такую дугу, CAP. Дальше берем следующий крестик и отправляем его в ближайший кружочек, но так, чтобы внутри не было ни одной этой дуги. Но здесь, в данном случае, это выглядит вот так, здесь тоже вот так. А вот этот крестик придется отправить вон туда, потому что здесь как бы все занято, одни дуги и свободных этих самых ручек нет. Ну, понятно, как рисовать. Это называется CAP-диаграмма. Так вот, нужно сделать следующее. Вот написана теорема, что вот это скалярное произведение равно единице тогда и только тогда, когда вот у нас начальные эти, мы выберем, в общем, какие-то эти крестики передвинем туда, вперед, а какие-то оставим на месте. Так что всего их вот здесь, если у меня было раз, два, три, четыре крестика, будет два в четвертой. Таким образом, для два в четвертой подмножество, вот так определенных множество А и Б, это скалярное произведение, есть единица, для всех остальных ноль. Это описывает проективные накрытия неприводимого модуля с такими же отметками. Ну, вот здесь даже есть пример, давайте я еще раз встал. Он посчитан для сравнения. А, да, вот здесь даже есть он. Ну, он понятен, не надо вырисовать еще раз. Это то же самое. Эти две рядом, а та вот, где там начало, да, а та стоит в конце. Ну, вот. Похож на этот пример. Здесь две рядом, а эти вот такие. Поэтому возникает такая игра. Обратно. Теперь я хочу, значит, вот если я это знаю, этот результат, то на самом деле это позволяет, конечно, описать то, что сделала ее всегда. Она делала это независимо. Она не знала никакого, как описываются проективные модули. У нее был там свой алгоритм. Поэтому она как считала Полином и Каждан и Люстига и писала. Ну, в общем, у нее все, я была там техника. Она отлично от того, что потом было сделано. Если, значит, ну, как написать? На самом деле, теперь я хочу разложить этот самый модуль кассы на неприводимые. Но я считаю, что это, поскольку двойственным к неприводимым является проективно, и то вот такая формула справедлива. Это сумма заведомо конечная. Ну, как только что видно из этого. Но, значит, смысл вот в чем. Что, вот, можем рассмотреть все пары. Там они обозначаются через F и G. Все пары K от F на K, P от F на K от G. Когда это равно единице. Ну, вот она, на самом деле, эти теоремы описываются, предыдущие теоремы. Это тогда, когда G получается из F вот такими движениями. Нужно нарисовать Кэп-диаграмму, значит, и посмотреть, куда переходят соответствующие кресики. Но это если мы фиксировали F. А если фиксировать G, то тогда ответ выглядит более сложно. У нас одно и то же множество. Разбивается двумя способами на разные, значит, эти самые слои. Можно так на это смотреть. Так вот, обратный ответ. Это как раз он, равносилен ответу, то, что сделала Город Сергеонова. Ну, вот он. Ну, вот здесь написан пример. Ну, у меня совсем мало времени, но вот пример есть. Ну, как? Это развивается на шаги. Нужно на каждом шаге делать некое движение. То есть, мы должны на каждом шаге, значит, вот у меня такое есть, какие-то крестики стоят, которые соответствуют как раз на этот раз G. Я должен найти все вот эти Кэп-диаграммы такие, чтобы, значит, эти крестики соответствовали либо началу, либо концу. Одно из этих самых. Ну, это можно аккуратно разбить на шаги. Так что на каждом шаге вы что-то строите. Ну, вот, по сути дела, алгоритм такой. Я беру любую точку вот здесь, какую-то, свободную, которая не совпадает ни за одним из этих крестиков. Например, этот крестик рисую вот такую дугу. А потом проверяю. Тем самым у меня этот крестик оказался здесь. Значит, поэтому у меня здесь возникает новая диаграмма. Вот она. Это стало кружочком. Я должен проверить, эта диаграмма будет содержать такой, этот самый, такую, эту, Кэп. Будет она ее содержать или не будет? Нарисовать можно и проверить. В данном случае не будет, поскольку здесь вот так будет. Ну, поэтому этот кружочек не подходит. Но если я его сдвину дальше, то, как видно из этой картины, вот в следующий раз это подойдет. Значит, это не подойдет, это подойдет. Ну, и все, и больше никакие другие не подходят. Ну, вот и так нужно сделать, в данном случае, если у меня два крестика, ну, значит, два шага нужно сделать. И все промежуточные шаги, и, значит, и все такие шаги, они дают как раз, вот в данном случае, три этих самых модуля. Ну, вот, наконец, вот то, что я сказал. Значит, вот характер Эйлера, я быстро просто представлю, нужно делать. Вот он определяется явной формулой. Значит, то же самое. Характеры Эйлера нумеруются тоже такими же множествами А и Б, но на этот раз А и Б могут быть любыми подмножествами здесь и здесь. То есть их больше, чем этих самых характеров Эйлера. То есть модуликация. Был написан характер, на самом деле, его это определяется, конечно. Да, это универсальный модуль со старшим местом. Если выбрать стандартную подолгию Барбареля, то это есть индуцированный модуль с некой там параболической простой подолгой. Он определяется, просто здесь, как бы мне не надо. Значит, ну, наиболее простой ответ получается в случае, когда мы рассматриваем не все представления, а частично-полиномиальные. Частично-полиномиальные имеются в виду, что представление, характер представления является, у нас два набора переменных Х и У, является полиномом от У. Ну, вот здесь строгое определение. Ну, и вот, как бы, основная теорема, что для частично-полиномиальных представлений ответ выглядит следующим образом. Модуль входит в разложение характера Эйлера, если аж фиксировано. Ну, соответствующее, это самое, скалярное произведение может быть равно либо плюс, либо минус один. Тут и минус может быть, поскольку это виртуальные представления. Ну, и вот, в терминах диаграмм ответ тоже есть. Но ответ такой, что мы должны учитывать еще положительные числа. Ну, вот, может быть, легче привести пример, и на этом, может быть, остановиться. Вот пример. Идея такая, что если я рассмотрю, у меня, значит, частично-полиномиальные представления, это означает, что все вот эти числа мои, среди них нет положительных, они все неотрицательные. Поэтому, как выписать соответствующие характеры Эйлера, которые дают не ноль с этим самым, с данным, фиксированным проективным модулем? Нужно выписать все модули КАЦА, которые, вот то, что я делал только что. Но у этих модулей КАЦА могут появиться положительные отметки. Вот положительные отметки все выкинуть, тогда останется только вот то, что здесь написано. Ну, и, соответственно, можно написать обратный алгоритм, который, вот он примерно такой же, как этот, нужно только вот учитывать еще то, что можно добавлять иногда положительные эти самые, тоже рисовать такую дугу, но тоже проверять, как бы есть есть соответствующая дуга там или нет. Ну, и последнее, вот здесь пример написан, но я уже не буду, вот он, они все оказались с минусами. В случае ЖЛ2.2 и максимального атипичного блока можно написать окончательный ответ в терминах некого графа. Граф такой, вот у меня сколько тут точек, а здесь какой-нибудь полный граф. Ну, вот нужно все это с каждой вершиной соединить. Ну, и с этой, и с этой тоже все соединяется. Четыре, тут тоже четыре. Ну, вот по этому графу была идея посмотреть, как разлагаются неприводимые модули в терминах характера Вейлера. Ну, вот удобно писать в терминах графов. Вот такой граф, там вот аккуратно это все написано. Ответ дается следующей формулой. Если, значит, на диаграмме это тоже видно. Если эти числа А, Б, А и А минус 1, они находятся рядом, то тогда ответ 1. То есть, соответствует диаграмме этой Кэп-диаграмме. А если они между ними расстояние больше, чем они не рядом находятся, ну, тогда вот два таких графа нужно, чтобы описать. Ну, это все, да. Я на этом... Транспонированные. Да, да, это есть все то же самое. Кратность вхождения модуля КАЦа вот сюда, такая же, как кратность вхождения этого же самого модуля КАЦа в неприводимые. Я не очень понимаю вопрос, что... Здесь можно много, на самом деле, определить характера Эллера. Вы можете брать любую параболическую подгруппу, и, значит, индуцировать нам всю группу, и брать те Эллеровые характеристики, там, соответствующие группы, когмологии. Ну, те, которые я определил, они наиболее похожи на модуль КАЦа, потому что в каком-то смысле они стабильны. Если там брать, как это называется... Ну, некий гомоморфизм, существует естественный гомоморфизм из одного кольца картиндика от другого, то если взять характер Эллера, то при этом гомоморфизме, ну, соответствующий характер Эллера, они перейдут в модуль КАЦа, вот в кольце... Следующий. Спасибо. 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 Спасибо.